Милана Казиева пришла в художественную гимнастику в два года, а сейчас ей восемь. Базовые элементы сменились с серьёзной программой выступлений, которая требует усиленной подготовки. Ей Милану уделяют порой по несколько часов в день. И всё, чтобы добиться блестящего результата, синхронности при выполнении группового упражнения, изящности движений. Результат стараний гимнастика демонстрирует на ковре. Соревнования спортивного общества «Динамо» не первые для Миланы. В этот раз команда спортивной школы Олимпийского резерва, где занимается девочка, взяла бронзу. Наш номер назывался «Покружки». Мы очень старались и трутились, чтобы выступить на всероссийских соревнованиях. Сначала мы выступали в Орионе, и в Орионе мы заняли второе место. И нас допустили на всероссийские соревнования в Токсиану-Арена. Соревнования масштабные. В этом году «Волжская весна» собрала пять сотен гимнасток из 17 регионов страны. За пару минут выступления спортсменкам удается разыграть мини-спектакль. Продуманы каждая деталь от музыкального сопровождения и костюмов до элементов программы. Судейская коллегия оценивает не только чистоту исполнения, но и уделяет внимание умению девочек передавать эмоции или, другими словами, артистизму. Мы, конечно, рады, что всё получается, и что дети процветают, что дети достигают своей мечты. Они, многие мечтают попасть на чемпионат мира, на Олимпийские игры. Ну, как бы, мы помогаем им в этих мечтах. Поэтому очень хочется, чтобы и дальше, и молодые подрастали. Перспективных детей очень много. Выступают гимнастки в двух дисциплинах – групповые упражнения и индивидуальная программа. Лучших выбирают в каждой возрастной категории, согласно единой всероссийской классификации. В зале гимнасток поддерживают друзья и близкие. Многие даже придумали мотивирующие кричалки, чтобы придать уверенности перед выходом на ковёр. Напустленные слова прозвучали и от главы региона. Я в области гимнастика, в том, что на гимнастике является базовым гимнастом. У нас в регионах очень много достижений, вы все об этом прекрасно знаете. Соревнования рассчитаны на три дня. Самым юным участницам – 8 лет, старшим – 19-20. Для спортсменок это возможность пополнить копилку наград и подняться на одну ступеньку выше в развитии собственного мастерства. Александра Никитина и Олег Тончин, Управда ТВ.